так но очень до прошлый раз становились на том то разобрали все что было в предыдущей интерфейсе вот сейчас как раз я хотел рассказать о том на чем я становился в прошлый раз в предыдущем видео из чего я застопили и мог улучшить он дальше так в общем вот она попытка реализовать эту функцию вот это как это называется сигнатуры или еще вот с таким вот описание условно но в описании входит список аргументов и возвращаемое значение и собственно название самой функции вот это вот то есть интерфейс определяет только что входит функцию что выходит из нее и как он называет все остальное то есть как это реализовывается он не писал вот здесь уже если моего наследовались точнее обозначили что мы реализуем этот интерфейс вот то для тоже будет требовать что вот людей бывая начата делал вот и метод была загвоздка в том что он еще раз напомню то есть у нас есть ограничение которому указан и для всех ограничений ты для всех связи которые подошли под это ограничение выполнять обработчик матчет подошедшие обработчик подошедших после того если у нас указаны указана замена на что это заменять и и указан обработчик до сети замена указана просто выполнять есть при этом еще указан обработчик там можно получить информацию о том какая связь была такая как у него адрес такой какой не было содержимое как она не вот у меня была дилемма что а что если после вот мы увидели на что поменяется связь мы хотим это делать на грубо говоря уже поменял уже уже выполнилась операция хранилище типа чтобы отменить нужно будет еще одна операция вот я долго думал сначала мне было и делает идея сделать функцию вот такую же только перед заменой получал что на каждую связь выполнялась бы три функции 1 тот момент когда она подошла потом когда вы поняли что если произойдет и уже когда это произошло то есть замена получалось три функции это выглядит как-то очень странно потом через некоторое время поставок уже идет отнял но пришла голову идея установить симметрия собственно выглядит это вот так вот то есть момент того как подошла связь тут же описать хотя бы частично или полностью можно посмотрим как сейчас получится описать чем она станет но в этот момент она еще не обновление изменения если 5 не меняет соответственно то что здесь было предыдущие состоянии быть такой же и но есть например у нас не указано на что заменил вот и в обработчики подходящих связь у нас есть возможность сделать три вещи то есть первая вещь это передать здесь выбить из обработчика константа брик то есть остановить проход вот здесь процесс остановится никаких действий не будут выполнены вот либо пропустить конкретную связь не пропуская этот еще одна константа вот это вот контине есть такая константа влаф переда перед не пропуская связь обработчик перейдет следующий вот и соответственно те связи которые не были пропущены но подошли будут собираться список есть конечно изменения требуется вот если не требуется списками будет формироваться и соответственно все закончится тем что проход будет выполнен и будет выдан последний результат последнего обработчика вот здесь вот функция триггер вот но соответственно если у нас изменение есть то потом по списку пройденных подошедших связей уже начнется конкретная замена именно таким образом как было запланировано вот получается что есть возможность принять решение о том нужно ли на конкретная замена конкретной связи в конкретной ситуации до того как это риф оптически произойдет а здесь уже соответственно мы просто по факту пока пока что будет сделан так что просто будет возвращаться то есть будем уведомлять что это изменение уже произошло но в принципе обработчика не будет передан то он не будет даже уведомления не будет выполнять в принципе есть у нас грубо говоря уже здесь устраивает все состояние дел в общем то вот это делать обрабатывать видеть после факта как именно это произошло уже недели однако здесь конечно может быть разница здесь например мы можем из-за производительности не указывает какой будет новый идентификатора связи а только и внутренние значения а здесь уже будет точные системы соответственно здесь если у нас будет здесь можно передавать скип передавать или нет никакого смысла это же самое что континент и продолжить то есть по сути есть можно сказать так что если будет передано скип или континент это будет одинаковая интерпретация это решение вот а если брик здесь будет передать то мы действие все равно выполнил вот но те но уведомлять они далее не будет вот это один вариант как можно сделать еще прекратить выполнение но скажем так это уже очень странно выглядит потому что до этого мы как бы поэтому прекращать именно пока что само выполнение замены то есть именно прекратить если нужно выйти только уведомление ставра очень будет выполнять но вся функция продолжит выполнение как то так ну соответственно прошлый раз я делал несколько по странному то есть я хотел обработать основные случаи основные случаи то есть если у нас restriction пустой дата это скрип если у нас замены пустая только делить дальше если они одинаковые то это ситуация прохода и и соответственно если они разные то это органы но потом я тоже подумал и все несколько иначе должны работать то есть как бы я сделаю еду не традиционным способом единая функция всех а думаю внутри традиционно то есть старыми функциями вот это не совсем то что нам нужно я решил попробовать себе переписать скажем так линейно то есть грубо говоря действовать по факту последовательным так значит что у нас тут можно скопировать вот например список матчет линкс так значит если у нас вообще есть restriction то есть причина делать проход вот дальше если у нас есть замена хоть какая-нибудь вот соответственно дальше у нас внутри еще есть две ситуации мы хотим наблюдать за проходом или не хотим то есть если у нас если у нас если у нас хандлер есть вот то соответственно мы делаем еще один хандлер оборачивающий его и собственно выполняем проход используя питч который у нас реализован маслятор памяти Ага, да, вот теперь нужно сюда будет сделать. Попробуем пока то же самое. Вот, здесь надо будет определить какое назначение. Тут и есть интересный момент. У нас вот эта переменная мачек линкс, она нужна только в том случае, если есть еще и помимо restriction, существуют еще и замены. То есть если у нас замены не будет, нам даже вот это делать не нужно. Вот, причем тут еще есть интересная вещь. Если у нас остальное у нас существует, то нам нужно создать маркет линкс. И соответственно дальше тоже можно разделить это несколько. Пока будет наверное много копирования что-ли. Ну вообще дублирование будет. Вот здесь каждый раз. Если у нас замены нету, то это замена есть, то мы создаем вот этот список потащивших связей и заполнения. Вот, если же замены нету, то заполняет список. Вот, и соответственно только Brick останавливает проход. То есть не менее как-то проход. Поэтому здесь можно переделать. То есть если оно будет возвращено true, если оно не равно Brick. И false если равно Brick. Так. И если вдруг. Вот в самом конце функции мы возвращаем кофе. Это будет оставить. То есть грубо говоря, вот это вот сейчас функция возвращается в два возможных значения Brick. Это значит, что, что выполнение было прервано. Вот. И continue, что оно не было прервано. Потому что последний Hunter выполнился без требований. Такого чтобы не прекратил. А почему у тебя получается в первом ИФИ то, что он прервает или что это? Где? В каком ИФИ? В случае у тебя ИФИ то, значит, искать констанции Brick и констанции Skip. Что вот это? Да. Ну вот если Brick, то сразу возвращается в false. Тут дело в том, что хандлер менеджера памяти, он понимает только true и false два значения. Поэтому нам нужно это преобразовать. То есть Brick обозначает false, а skip и continue я не стал про него писать этот true. Вот и здесь тоже идет преобразование в значении true. вот и тут еще есть интересный момент, что у нас есть есть restriction, но нету хандлера и нету замены. Значит, дальше опять тоже. Грубо говоря, тут в основном программирование, вот в этой функции, в целом, оно заключается в том, чтобы предусмотреть все ситуации каждого из параметров. И на каждой ситуации просто решить, что делать. То есть, если сказать... Ты на каком пишешь? Что языке? Угу. Это сейшар. Чем-то на очень незнакомый язык похож. На Жаловскрыт? Да. Ну, единственное, что в Жаловскрыте вот так вот было бы war. Потому что там нету типизации, а здесь явно указывается тип. Но тоже не всегда, например, здесь не даст. Ну, короче, в некоторых ситуациях можно. Вот тут, например, видишь, я war использую. Потому что он сам понял, что отсюда возвращается i-list. И, как бы, он мне явно это указывает. Нет. Нет. То есть... Вот здесь это очень похоже на Жаловскрыт. Ага. То есть почти не отличается. Как... Вот. И дальше есть интересная ситуация, что у нас, если нет... Если у нас есть restriction, но нету handler. И нету замены. Нет. Вот. Тут есть замены. Есть. А вот если нету, то нам, по сути, очень интересная ситуация происходит. Нам... У нас как бы это... Ни на что заменять. Из-за этого у нас не выполнится никогда вот этот обработчик. И так как мы не смотрим на результат... То есть... Как он здесь... Так как мы не передали обработчика для прохода, то нам, по сути, нет смысла что-либо делать. То есть мы сразу можем сделать этот контейнер. То есть мы, грубо говоря, уже все сделали. Исходя из того, что пользователь попросил. То есть если он не просит пройти фактически по этому, хотя указывать ограничения, то как бы это делать не надо. Вот. Здесь ситуация простая. Вот. А здесь, когда у нас есть замены, нам нужно создать подходящие связи. Вот. Но здесь у нас решения уже никаких не будет, потому что мальчик... А, для этого, да, это подсказывает, что его нет. Эта штука, в общем, тут удаляем, раз его нет. И, соответственно, всегда возвращаем в трон. Вот. Раз мы сюда возвращаем в тру, нам еще передавать у нас же. Вот. Получается... Даже надо какую-нибудь записать стоп. Там обязательно стуку. Типа функция, которая всегда возвращает в тру. Вот так вот. всегда будет выводить правда что до себя будет возвращать нет кстати вот такие вот штуки полагательная штука решать все еще разрабатывала так они закрелся в своем же коде не все-таки нам нужно добавлять это в этот список а вот для списка always true но для списка бывает и что кому почему-то не работает не получится Придется писать, как было вам. Все-таки нужно преобразование писать. Сначала сделать что-то по компактным присутствиям. Такой ситуации не появилось, когда это потребовалось. Так, ну в общем, вот что происходит. У нас передается адрес связи. Мы из него делаем айлист от Т. То есть список состоящих из треугольничного. Это адрес связи. Потом его начало и конец. И, соответственно, именно такие уже развернутые структуры связи. Убираем список. Вот. Значит, что такое-то? Где она у нас? Ааа. Так, ну с restriction по сути мы закончили. У нас есть три варианта, как проход выполняется. Один вариант, когда проход даже делается. Вот. Ну и еще одна, конечно, ситуация. Вот. Вот это вот. Который пока не все. Надо, надо вообще сделать, значит. Да, еще раз получить, потому что нам нужно копия. Так что мы видим. О том. Верию. For instance. Doseport. And I need . Doseport. и так а А. Понял. Понятно. Здесь нет никакой много, потому что у нас субситившего нету, то есть меняется на то же самое. То есть не менялся. И, соответственно, здесь можно все проиграть, наверное, кофе нельзя. Так. Вот. А неужели я? Инвекс. Он будет пока что в какой-нибудь константной виде 500. Можно так. Вот. Тут, кстати, возникает интересная ситуация, получается, что... Ой, что-то, конечно, надо думать. Может быть, ситуация, когда... Так что за ситуация возникает? Ну, значит, чего у нас нужно нам поддерживать, да? Чтобы работа у нас, должен работать create, update и delete. Так вот, от месяца где-то. Substitution, он может быть разный. То есть это может быть... Благодаря тебя у меня теперь возникал вопрос. Возможно ли создать и и на сша? На любом языке можно. Хочу сказать, что на языках, где ваши сайты, это возможно? Ну, например, каких? Смейл. Ну, это язык разметки, он не тьюринг-полный. То есть на нем нельзя вычисления описывать. Описывать. А на любом языке, на котором можно описывать впечатления. То есть, например, нажав открытий, шарфи и так далее. Можно. Поэтому... Делаю хоть какие-то рамки в языках. А то говорить, что на всех. Это прям... Ну, я просто подразумевал, где языки программированные. Ну... Потому что HTML это язык описания. Мы больше не программируем. Мы описываем структуру документа. По помощи этого языка. Понятно. Так. Значит, что еще у нас может быть? Значит, вот это вот кривит. Причем может быть еще ситуация, когда мы хотим... на себя касаться. Вот. То есть, это интересно, что если та штука не цел, то как раз таки будет... О, как раз как я могу обозначить из оригинальной связи... Это какой-то А. Сейчас сравнение определенного для этих типов. Чем все подчеркивает. Может закончим уже? Что ты так активно пытаешься сделать? Сделать ситуацию, чтобы обрабатывался и ссылка на себя. То есть, грубо говоря, есть у нас в замене указано, что началом будет ссылка на саму себя. Ага. Здесь тоже, ну, короче. Нужно использовать индекс существующей связи. Вот. Есть такая есть. А, да, если, например, у нас мы обновляем какую-то связь, чтобы она из пары превратилась в связь с точкой. Например. Ну, здесь еще другие ситуации важны. В общем, надо будет подумать над этой вот конструкцией. Еще детальность. Вот. Значит, удалением, удалением будет вот такая ситуация. Когда мы сказали, что адрес стал болен, тогда это удаление. Причем, в принципе, уже не важно, что будет тут. То есть, либо просто такая вот штука. И обновление... А, на обновление будет влиять у нас просто Restriction. То есть, если... Вот. Есть Restriction какой-то отличный от этого. То есть, если... У нас это Create или Update. Вот. А есть Restriction. У нас вот такой вот. То это всегда кремль. Так, это может быть. Ладно, давай, действительно, только паузу сделаем. Так. Так.